В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В кружке и секции по навигатору. Получить дополнительное образование теперь можно по сертификату. Новые правила отлова и содержания безнадзорных животных в администрации прошло совещание с участием представителей муниципалитета, госветуправления и волонтеров. Праздник молодости и единственной науки в Сарове прошел парад студенчества. Далее расскажем обо всем подробно. Каждый ребенок получит сертификат для обучения в кружках и секциях. В Нижегородской области внедряют систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Как грамотно распорядиться с сертификатом и для чего он нужен? Эти вопросы для большинства саровских семей остаются открытыми. Со сложностями проекта разбиралась наша съемочная группа. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования с помощью сертификатов предоставляет детям возможность бесплатно обучаться практически в любой организации. То есть государство через сертификат закрепляет за ребенком денежные средства на дополнительное образование. Подать заявку на оформление сертификата можно через специальный интернет-портал 52.navigator.ru На сегодняшний день в «Навигаторе» по нашему городскому округу представлено уже 112 общеразвивающих программ. В принципе, уже не выходя из дома, родитель может познакомиться с программами, с тем расписанием, которое уже есть в настоящее время в образовательных организациях, и выбрать для ребенка то объединение, которое ему, наверное, нравится. Таким образом будут учитываться потребности всех детей. С помощью этой системы в конечном итоге должна сложиться достоверная картина вовлеченности мальчишек и девчонок в систему дополнительного образования. Мы увидим, конечно, какие наиболее востребованные объединения, с какими нужно будет поработать и где-то, наверное, более современные программы реализовывать. Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте «Навигатора». Сделать это просто. Нужно ввести свои персональные данные и контакты. Потом можно выбирать программу и учреждение. Родитель может ознакомиться с тем, чем занимаются в программе, какие нужны дополнительные, допустим, материальные какие-то, может быть, затраты и так далее. Педагоги, которые работают. То есть там полностью, очень подробно все написано. И в этом, наверное, один большой плюс «Навигатор», он систематизирует всю информацию. В нашем городе учреждения дополнительного образования принимают детей по старой схеме, по заявлениям. Но советуют родителям пройти регистрацию на портале. В этом учебном году программа будет работать в тестовом режиме. Поэтому после подачи заявки онлайн нужно прийти в выбранное учреждение и заполнить документы. Родитель должен принести во дворец свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и снился ребенка. Дети старше 14 лет приносят свой паспорт и свой снился. Предпрофессиональные программы в персонифицированном финансировании не участвуют. Поэтому на портале «Навигатора» нет объединений музыкальных, художественных, некоторых спортивных школ и школ искусств. Елена Горцкова, Владимир Ликсик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В России запретят умерщвлять безнадзорных животных. Их нужно будет отлавливать так, чтобы они не получили травмы или увечья. Соответствующие указания правительство разработало в рамках закона об ответственном обращении с животными. Регламентировать процесс отлова, необходимый в Сарове. Что для этого нужно изменить? И как в нашем городе обстоят дела с содержанием безнадзорных животных? Эти вопросы стали темой совещания в администрации, на котором свои предложения высказали представители службы отлова, госветуправления и волонтеры приемника. Способы отлова, которые сегодня используют в Сарове, устарели. Уже около 20 лет применяют одни и те же транквилизаторы, чтобы обездвижить животное. Бывают случаи, когда оно не переносит препарат и погибает. Сегодня существует несколько новых, нетравмирующих вариантов сковывания животных. Также службе отлова нужна будет новая машина, оборудованная для перевозки собак и кошек. Все эти вопросы администрация взяла в проработку. Еще один аспект проблемы – содержание собак и кошек в приемнике. Пойменные на улице или сданные хозяевами, животные обязаны содержать 10 суток. После этого нужно выпускать их на волю. Для многих животных это верная смерть. Поэтому заботу о таких собаках и кошках берут на себя волонтеры. Кого мы можем, мы забираем. То есть есть неравнодушные люди, которые дома принимают, допустим, там маленьких котят, щенков. Ну, щенками вообще проблема. Ну, например, маленьких котят. Кого можем, вывозим. Кого не можем, они содержатся в приемнике. Силами сотрудников облечиваются. Уход идет. И также силами сотрудников приемника осуществляется пристрой. В среднем в месяц на содержание животных уходит порядка 50 тысяч рублей. В основном это пожертвования неравнодушных горожан. За те 10 лет, что волонтеры помогают приемнику, видны изменения в сознании людей. Все больше соровчан понимают необходимость бережного отношения к братьям, нашим меньшим. Но полностью решить проблему пока не удается. Проблема безнадзорных животных, конкретно, решение. Это стерилизация кастрации обязательно. И проведение профилактических бесед, мероприятий с населением города. Именно прививание ответственного отношения к животному. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И, к сожалению, для некоторых граждан нашего города это еще не совсем приложенная истина. Волонтеры давно взаимодействуют с администрацией города и находят поддержку в решении многих вопросов. В том числе на совещании Алексей Голубев предложил им создать собственную некоммерческую организацию, чтобы претендовать на различные гранты и получать дополнительные средства из бюджета. Подобные встречи в администрации будут проходить раз в несколько месяцев, чтобы все заинтересованные стороны могли находить наиболее приемлемые варианты отлова и содержания безнадзорных животных. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Общероссийская акция «Призывник» пройдет в Сарове с 1 октября по 15 декабря. Акция направлена на профилактику незаконного оборота наркотиков. В школу города запланировано социально-психологическое тестирование учеников, лекции и беседы о том, какие могут быть последствия употребления запрещенных препаратов и ответственность за участие в незаконном обороте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 1 октября в России стартует осенний призыв. Всего в этом году войска планируют отправить больше 100 тысяч молодых людей. Призывы подлежат граждане 2001 года рождения, которым ко дню призыва исполнится 18 лет, а также граждане, родившиеся с 1992 по 2000 годы, не пребывающие в запасе, у которых истекли сроки предоставленных им отсрочек. Осенний призыв продлится до конца года и завершится 31 декабря. 26 сентября в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. У саровчан будет возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Телефон для справок 7-92-70. Уже на этой неделе станут известны команды-финалисты Кубка города по футболу. За путевку в решающий матч сразятся команды «Чайка», «Авангард», «Эскатерем» и «Динамо». Первый полуфинал «Чайка» против «Авангарда» пройдет 23 сентября на стадионе «Икар». Во вторник 24 сентября на поле сойдутся «Эскатерем» и «Динамо». Этот матч начнется в 18 часов. Финал Кубка города по футболу пройдет в субботу 28 сентября на центральном поле стадиона «Икар». Начало в 13 часов. Мужчина лишился мобильного телефона после поездки в нелегальном такси. Саровчанин поймал машину на улице и договорился с водителем проехать по нескольким адресам. Выходя из автомобиля на очередной точке, пассажир оставил на сиденье свой мобильный и попросил подождать его. Вернувшись через несколько минут, мужчина не увидел ни такси, ни телефона. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На лестничной клетке жилого дома произошел конфликт между двумя мужчинами. 40-летний саровчанин приревновал свою подругу и ударил соперника ножом в спину. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он лежит в реанимации. Нападавший признал вину. Как выяснилось, ранее его судили за аналогичное преступление. На прошедшей неделе сотрудники правопорядка зафиксировали сразу несколько случаев мошенничества. Жертвой одного из них стала пожилая саровчанка, которая заказала в магазине компрессионное белье. Через некоторое время ей позвонили злоумышленники. Неустановленное лицо представилось сотрудником администрации Центрального пенсионного фонда города Нижний Новгород и сообщило информацию о том, что компания, продававшая лечебное белье, которое ранее заказывала данная гражданка, обанкротилась. И гражданке необходимо оплатить штрафные санкции за пользование ячейкой, в которой хранилась компенсация в размере 500 тысяч рублей, положенная ей. Мошенники уверяли, что женщина получит компенсацию после того, как оплатит штраф в 60 тысяч рублей. Преступники продиктовали реквизиты и предупредили, что если платить напрямую банку, сумма удвоится. Саровчанка послушно отправила деньги. На связь злоумышленники больше не выходили. Похожий случай произошел с пожилым мужчиной, который сделал заказ в магазине здорового питания. Данному гражданину поступил звонок на городской телефон. И ему неустановленное лицо сообщило о том, что БАДы и продукты питания, какие-то там диетические каши, которые он заказывал, являются фальсификатом. По словам мошенников, пенсионеру положена компенсация – 420 тысяч рублей. Для их получения мужчина перевел 35 тысяч на счет, который указали злоумышленники. Когда он понял, что его обманули, обратился к правоохранителям. Сотрудники полиции призывают саровчан не отправлять деньги незнакомцам, не называть личные данные и коды своих банковских карт. Всероссийская акция «Парад российского студенчества» – масштабное и значимое младежное мероприятие. Это своего рода посвящение в студенты – яркое событие, которое его участники запомнят на всю жизнь. Парад объединяет первокурсников и тех, кто через пару лет будет сдавать выпускные экзамены. Уже несколько лет в сентябре эта акция проходит и в Сарове. Желаем вам хорошей учебы, достижений, интегрироваться в эту дружную, сначала студенческую, а потом и рабочую семью Сарова. Парад студенчества – праздник молодости, единства и науки. Десятки юношей и девушек собрались вместе и дали старт новой учебной жизни. Большинство из них – первокурсники, которые делают первые шаги к своей будущей профессии. Евгений Икарев поступил на направление информационных технологий с РФТИ. Молодой человек уже получил образование в институте подсмежной специальности, но вернулся снова, чтобы испытать всю палитру эмоций студенческих лет. Я как бы не первый раз в институт поступаю, но именно в этом году, не знаю, чувствую, что это прямо мое, что ли. Связано с программированием, потому что он всегда этим увлекался, нравится. Такие мероприятия, как старости, мне позволяют сплотить нашу группу и как-то в дальнейшем развивать наше общение. Саровские учебные заведения готовят будущих специалистов в медицине, сфере технического обеспечения и отрасли ядерной физики. Всероссийский парад – своеобразное посвящение молодых людей в студенческую жизнь. Участие в нем помогает адаптироваться бывшим школьникам, завести новые знакомства и весело провести время. Благодаря параду они сплочаются, организовываются, они становятся уже как бы полноценным обществом, которое будет существовать в институте. Все равно, я думаю, они волнуются, потому что для них это первое такое массовое мероприятие, где они все вместе. В завершение парада студенчества участники колоннами прошли по улицам города и отправились на Всероссийский день бега «Кросснации-2019». Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Более двух тысяч саровчан приняли участие в Всероссийском дне бега «Кросснации-2019» и за беги атомных городов. Не побоявшись холода и дождя, на старт вышли воспитанники детских садов и школьники, студенты, сотрудники муниципалитета и ядерного центра, поклонники здорового образа жизни. Подробнее о спортивном празднике в следующем репортаже. Движение – жизнь. С таким девизом саровчане пришли на забег атомных городов, который в этом году объединили с традиционным днем бега «Кросснации». Праздник организовали на стадионе «Юниор». Первые лица города поприветствовали участников, пожелали спортсменам успеха на старте и победы на финише. Забег проводится среди 20 атомных городов. Наш город не явился исключением. Сегодня присутствовали и детские сады, и саровые, и младшие, и старшие школьники, студенты вузов, студенты политехникума, ну и, конечно же, работники ядерного центра. Несмотря на холодную дождливую погоду, на старт вышли более 400 саровчан. С каждым годом количество участников растет. Побороться за победу в забеге мог любой желающий, как любитель, так и профессионал. Женщины бежали тысячу метров, мужчины – 2019. Этот забег позволяет нам укрепить свою выносливость, сплотиться как команды, укрепить свое здоровье. Кто-то на забеге устанавливал личный рекорд, а кто-то отстаивал честь своего учебного заведения или предприятия. Повод для гордости был у всех, кто преодолел себя и пришел в выходной день на «Кросснации». Евгений Интяпин работает на заводе «Авангард». В свободное время активно занимается спортом. За плечами у мужчины множество достижений в соревнованиях по легкой атлетике. Дистанцию забега Евгений преодолел быстрее всех. Здоровое спортивное мероприятие. Забег сегодня очень понравился. Была борьба. До финиша было ничего непонятно. Убежали вдвоем с Сметанином Иваном. На финише разобрались. Получилось выиграть. Праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Никто не ушел с пустыми руками. Всем участникам забега вручили футболки и банданы с символикой кросса. Лучших бегунов наградили грамотами и медалями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова